Я постараюсь Я постараюсь в своем докладе осветить те актуальные вопросы детской гастроэнтерологии и нутрициологии, которые связаны с применением пробиотиков в практике. На сегодня гастроэнтерологи, клиницисты, нутрициологи говорят уже не столько о рациональном, правильном питании, сколько о функциональном питании. То есть питание, которое может как-то моделировать различные реакции организма, предотвращать заболевания, развитие заболевания или принимать активное участие в реабилитации больных с той или иной патологией. Очень отрадно, что наша Верховная Рада приняла закон перед Новым годом о поправках к закону о детском питании. И там впервые у нас на Украине дано определение, что является функциональным питанием, что к нему относится. Вы видите, что среди категории функционального питания одно из важнейших мест занимают бифидобактерии и другие бактерии. Рынок диетических добавок, функционального питания, содержащие пробиотики, на сегодняшний день, наверное, один из самых развитых в мире. Только в Соединенных Штатах он исчисляется в сотни миллиардов долларов. Я не буду останавливаться на значении микрофлоры, о которой уже очень много говорили сегодня. Вы видите, что для гастроэнтерологии, безусловно, это одно из наиболее важных направлений, поскольку именно желудочно-кишечная микробиота является основной среди различных биотопов человеческого организма. И уже очень хорошо сказал Владимир Павлович о слизистом барьере, о том, как микрофлора участвует в становлении иммунологических различных эффектов. Скажу только, что для нас, гастроэнтерологов, нутрициологов, очень важное значение имеют модулирующие иммунные реакции микрофлора, поскольку именно эти реакции широко используются в гастроэнтерологии. Вместе с лизоциемом, иммуноглобулинами, цитокинами микрофлора участвует в становлении иммунного ответа, кишечного иммунного ответа. А вы знаете, что львиная доля иммунного ответа организма, она зависит от нормальной работы кишечника. Сегодня ясно, что существует связь между составом кишечной микрофлоры и степенной зрелостью механизма иммунного ответа. И нормальная кишечная микрофлора играет ключевую роль в защите слизистой оболочки кишечника, поддержании процессов пищеварения, формировании местного и системного иммунитета. Сегодня широко обсуждается роль микрофлоры в развитии толерантности к пищевым антигенам, что тоже, безусловно, для педиатров имеет огромное значение. Ну и, наконец, международная группа экспертов ИЛС в прошлом году опубликовала вчет, в котором считает доказанным эффективность пробиотиков при влиянии пробиотиков на метаболизм, хронические, органические и функциональные заболевания кишечника, инфекции и аллергии. Гастроэнтерология. Ну, после начала так называемой эпохи пробиотиков, безусловно, одни из первых, кто начал их применять и активно изучать, были гастроэнтерологи. И одним из первых вы видите результаты Фергета, которые на основе изучения 5000 пациентов с хроническим колитом, язвенным колитом, болезнью крона, показали эффективность применения пробиотиков в достижении клинической ремиссии заболевания. Ну и затем, как из рога изобилия посыпались работы, в том числе очень много советских ученых приняли в этом участие, были показаны влияния лечения пробиотиков на хронические колиты, которые протекали до 10 лет, и показано влияние, морфологическое влияние пробиотиков на течение заболевания. Были очень много работ по лечению гастродиоденитов, язвенной болезни, в том числе на фоне гипероцидного состояния, и очень много работ по влиянию пробиотиков на эффективность антихеликобактерной терапии. И, кстати, я не знаю, чем закончился конгресс, еще не опубликован в Ирландии об изменениях планам эрадикационной терапии, но первый вопрос, который там планировался изучить, это интенсификация эрадикационной терапии не путем увеличения количества антибиотиков или длительности курса, а введением в схемы эрадикационной терапии пробиотиков. Несколько основ, ну вы видите, что и при хронических холециститах, и при лямблиозной и апистархозной инвазии. Кстати, очень интересный был доклад в Москве в этом году о влиянии пробиотиков на результаты лечения лямблиозной инфекции. Вы знаете, что вообще инфекции, протезоидные инфекции сегодня один из основных вопросов в детской гастроэнтерологии. Так вот, эффективность применения противолямблиозной терапии, химиотерапии увеличивается практически в два раза при одновременном назначении пробиотиков. И вопрос об антибиотикоассоциированных диареях. Ну, очень яркая недавно была диссертация от Вячеслава Владимировича по антибиотикоассоциированным диареям и влиянии симбитера на течение антибиотикоассоциированных диареей. Хочу сказать только то, что антибиотики, применяемые сегодня практически у каждого ребенка, приводят к существенным нарушениям микрофлоры. Вы видите, результаты метаанализов показывают, что нарушениям кишечной микрофлоры сохраняются в течение одного-двух месяцев после прекращения антибиотикотерапии. И более того, изменения в составе бактероидов сохраняются, не восстанавливаются их состав в течение двух лет после отмены антибиотикотерапии. Вы видите такие убедительные данные, которые свидетельствуют о значении этой проблемы. Несколько слов о требованиям к пробиотикам. Мы сегодня, может быть, об этом говорили меньше. Между тем, очень важен вид, состав пробиотика, применяемого для лечения нарушений микробиоциноза кишечника. Во-первых, эти пробиотики не должны содержать условно-патогенные флоры. Они должны быть резистентны к факторам защиты желудочно-кишечного тракта. Они должны быть антагонистичны к патогенным микроорганизмам. Они должны обладать высокой биосинтетической активностью. Они должны быстро реактивироваться. Они должны обладать высокой скоростью роста популяции. Обладать иммуномодулирующими действиями. В педиатрии эти требования укладываются в так называемую группу ГРАС. Или абсолютно безвредные для здоровья человека микроорганизмы. Это сахаролитические аспорогенные грамм положительные бактерии. Лактобактерии и бифидобактерии. Исследования, о которых говорила Елизавета Евгеньевна, о влиянии микрофлоры матери на микрофлору ребенка. У нас координатором этих исследований, которые проходили практически во всех клиниках института, был директор, академик Юрий Геннадьевич Антипкин. Показали, что общим и обязательным условием позитивного эффекта должна являться одновременная коррекция микрофлоры ребенка и его матери. И это одно из основных требований к пробиотикам. Елизавета Евгеньевна начала говорить, я продолжу о том, что результаты проведенных метаанализов показывают на сегодняшний день доказанную эффективность применения или комбинаций монокомпонентных пробиотиков, или мультивидовых, или многокомпонентных пробиотиков. То есть сегодня пришла эра многокомпонентных пробиотиков, и это доказывают современные научные исследования. Огромное значение имеют форма выпуска пробиотиков. Леофилизированные бактерии достаточно высоко инактивируются. Они очень долго высходят из состояния анабиоза. Кислотоустойчивые капсулы, защищая пробиотика, тем не менее, не совсем пригодны, вернее, может быть, совсем не пригодны для детей раннего возраста, а для детей старшего возраста. Жидкая форма, безусловно, пробиотиков имеет преимущество. Это более активные жизнестойкие штаммы. Они не требуют реактивации длительной желудочно-кишечного тракта и оказывают свое действие непосредственно сразу после введения. И в этом смысле наше отделение, как я уже говорил, и другие клиники института уже много-много лет сотрудничают с компанией «Пролисок». Мы изучали влияние симбитера, мультипробиотиков группы симбитер при самых разных нозологиях. Нас еще больше к этому подвинуло то, что очень высока резистентность штамма пробиотика. Вы видите, что после двухчасовой выдержки в желудочном соке 50% выживает клеток популяции. В среде, содержащей фенол, 60-70%. В присутствии желчи такое же количество. А если добавить в желудочный сок молоко, то степень выживаемости увеличивается до 90%. Антибиотикорезистентность штаммов, которые входят в состав симбитера, также чрезвычайно высока. Вы видите, в каких пределах она колеблется при применении тех или иных антибиотиков. Ну и, как я уже сказал, применяя мультипробиотик симбитер при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, при заболеваниях желудка и гастроэзофагальной рефлюксной болезни, ассоциированный с хеликобактером пилори, сейчас выполняется работа нашей заочной аспирантки, это влияние симбитера на эффективность терапии при гастроэзофагальной рефлюксной болезни, ассоциированный с хеликобактером и без хеликобактером пилори. Мы получили быстрое устранение клинических симптомов болезни, уменьшение концентрации условно-патогенной флоры не только в кишечнике, но и в ротовой полости, удлинение периодов ремиссии заболевания, уменьшение тяжести обострения. Исследования, проведенные в отделении гепатитов под руководством профессора Денисовой, показали положительное влияние на общеклиническое состояние больных, снижение уровня эндогенной интоксикации и восстановление биоциноза кишечников. В нашем отделении при коррекции нарушений микроэкологии у новорожденных детей и детей раннего возраста мы получили впечатляющие результаты. А в связи с этим нам в заключении я хочу сказать, что мы выражаем надежду на то, что результаты этих работ послужат конструктивной основой для улучшения состояния здоровья подрастающего поколения наших маленьких украинцев. Спасибо большое за внимание.